Тема 869. Новая химчистка. Два года назад я в своем блоге писала Про химчистку нового поколения, которая открылась в Нью-Йорке И ее особенностью было то, что в ней нет обслуживающего персонала Вы приходите в пункт приема химчистки, кладете свои грязные вещи в отдельный шкафчик Ночью его забирают работники химчистки За 24 часа чистят ваши вещи и кладут их обратно уже чистыми Вам остается только их забрать Но сегодня узнала о еще более крутом сервисе в этой сфере О химчистке Которая делает примерно то же самое, но более удобно для населения Шкафчики сейфа для приема одежды стоят не в отдельном пункте приема А в самых проходных местах города, в торговых залах или на вокзалах И, может быть, даже в подъездах многоквартирных домов Вам достаточно положить свои вещи в этот ящик Закрыть его, придумав свой код, и оформить заказ на чистку через интернет, мобильное приложение или по телефону На этом этапе, видимо, его нужно оплатить Цены божеские от 290 рублей за чистку рубашки до 3450 рублей до химчистки длинной дубленки Для некоторых категорий одежды есть экологическая чистка Она немного дороже И в определенный день, пока не узнала сроков выполнения услуги Вам останется найти свой шкафчик, или вам предоставлять другой И забрать оттуда свою чистую вещь Идеальная услуга без человеческого фактора Сегодня Минплокер Предлагает клиентам только химчистку Но судя по некоторым пунктам меню русскоязычного сайта Скоро будет добавлена стирка и глажка Но прайса на стирку еще нет Технология химической чистки основывается на некоем процессе Но к чему я расхваливаю эту фирму Дело в том, что она только выходит на российский рынок И предлагает бизнесменам купить этот бизнес по франшизе Первоначальные затраты составляют от 15 тысяч, от 585 тысяч рублей В эту сумму входит покупка сейфов, расходных материалов и подключение к облачной программе Которая, собственно, и будет управлять процессом взаимодействия с клиентами Так как химчистка нужна жителям любого города Крупные торговые центры есть в каждом городе Есть куда поставить эти ящики Мне кажется, таким бизнесом можно заняться в любом городе России Особенно в тех, где люди уже привыкли к почтоматам Аналогичным доставочным почтовым ящикам А таких мест уже немало и будет еще больше Если вас заинтересовал подобный бизнес То за подробной информацией идите сюда Минт локер удалая бизнеса Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...